всем привет на канале сегодня мы с вами продолжаем заседание нашего политклуба и как обычно тема нелегальных мигрантов у нас в городе я вам уже как-то несколько раз рассказывал о том что беженцы мигранты из туниса устраивали сумасшедшие погромы в лагере для переселенцев избивали тех кто носит нательный крестик считая что это идет в разрез с их мусульманской религией пытаясь убить этого человека требовались снять с него этот крестик потом вмешалась полиция сначала вмешалась охрана всех охранников избили приехала полиция пришлось применять электрошоки и даже доставать огнестрельное оружие чтобы хоть как-то усмирить этих тунисцев потом я вам рассказывал о том что вот эти вот наркодилеры мигранты из туниса на ареале около ж.д. вокзала продавали уже даже днем открыто наркотики приставали к девушкам женщинам пытались доставать подростков и у нас очень много было конной полиции в этом месте на этом участке вы спросите как же сейчас а сейчас вот этих вот защитников главарей вот этой шайки вот этих нелегальных мигрантов из туниса их закрыли и пока ведется следствие вот эти вот по моему 5 или 7 человек они сидят под следствием и их не выпустят до тех пор пока не закончится дело то есть прокуратура взялась за них очень серьезно и в свете последних событий вот этих вот выборов европарламент принятия жестких решений в миграционной теме кого-то могут сразу отправить обратно же в тунис кого-то отправят даже в афганистан потому что как я вам уже говорил талибан высказал свою готовность принимать различных мигрантов будь они нелегальные или легальные на своей территории высылаемых из германии естественно за определенную сумму денег сумма денег не оглашается пока они только разговаривают о том что готовы принимать всех подряд что значит всех подряд кого-то они примут действительно как своего а кого-то они примут для того чтобы над ним издеваться честно сказать я уже не знаю как там это будет дело обстоять но не то что постепенно обстановка у нас в районе же до вокзала успокоилась это да это заметно стало намного меньше полицейских сводок стали намного меньше говорить в новостях об этом и меньше стали писать в разных новостных интернет порталах о том какие там происшествия маленькие вот эти вот деликты алкоголики которые между собой дерутся или там достают кого-то это как было так оно и осталось но именно вот этих вот тунисцев приехавших сюда поживиться за счет государства и продавая наркотики поднять свое благосостояние их позакрывали вот такие дела мне многие комментаторы пишут что вот у вас там в германии вот эти вот украинские беженцы которых вы попринимали мало того что они не работают так они еще бегают по улицам свободно размахивают нацистскими флагами со свастикой и я конечно был шокирован таким заявлением причем это это написал не один человек это написали несколько человек и я просто хотел к ним обратиться вот сейчас послушайте зрители моего канала подписчики или просто проходящие случайно увидевшие мои видео выпуски вы что же действительно предоставили всю возможность за вас думать головой скобеевой и соловьеву вот этим вот рупором русского мира вот этим вот горлопаном которые кричат что германия это нацистская колыбель это фашисты это их нужно всех уничтожать вслед за украиной мы придем в германию вы что действительно верите что здесь украинские беженцы бегают с нацистскими флагами по улицам здесь даже сами немецкие нации себе такого не позволяют и причем уже очень давно не знаю лет наверное 20 точно ни на одной демонстрации ранее устраиваемой нпд а сейчас какими-то другими вот этим вот сходками союзами и клубами так они себя называют нигде не видно никаких флагов хоть как-то напоминающих отношение к нацистской символике фильтруйте информацию которую вам вливают в уши те же самые скобеевы соловьевы или еще кто-то неужели вы не понимаете что они врут вам в глаза или вы действительно так же как они уверовали в этот русский мир или перечитались фантастики какой-то гипербореи фантастической цивилизации каких-то там супер людей гипербореев живших на севере европейского материка сотни тысяч лет назад вы действительно в это верите очнитесь елки-палки научитесь наконец отличать сказки фантастику от правды и лжи ну как такое можно ее ну и слушайте я честно сказать я поражаюсь тому что взрослые люди именно взрослые люди не дети ведутся на такую вот лабуду ведутся на такую вот дрянь когда им какие-то журналисты журналюги вливают в уши вот эту вот дрянь вот эту пропаганду разжигая специально ненависть к другим странам к другим народам и что самое интересное вы верите вот этим вот горлопанам полностью все сто процентов вы даже вы даже не пытаетесь искать правду в интернете сегодня же свободно можно достать любую информацию любой источник в интернете достаточно просто сесть к компьютеру или что у вас там телефон задать в любом поисковике не только в угле или в яндексе или еще где-нибудь задать в любом поисковике вопрос и вам выдадут сотни тысяч страниц с нужной вам информацией достаточно просто прочитать но зачем это делать когда какая-то скобеева или какой-то соловьев с экрана телевизора кричит вам что в германии неонацисты в германии украинские беженцы бежавшие с украины вот эти вот азовцы и так далее бегают с нацистскими флагами и кричат фашистские лозунги ну честно сказать я не то что я я не в шоке нет я не в шоке я просто я разочарован тем что взрослые люди позволяют себя вот так вот собой вот так вот манипулировать потому что честно когда вот такое вот происходит очень тяжело людям потом зомбированным вот такими вот журналюгами очень тяжело потом этим людям довести правду довести истину до их ума до их разума то что он уже затуманен от и до тем более когда вам предоставляют в магазинах возможность купить легкий дешевый алкоголь легкие к этому алкоголю чипсы или еще какую-то ерунду суррогатную или гмо модифицированную что же вам еще нужно включаем телевизор смотрим сериал про каких-то гопников восхваляемых правительством восхваляемых властью или смотрим сериал про то как русский мир идет по всей планете блин да вы чё с ума со что сошли каждой стране свои устои в каждой стране своя жизнь в каждой стране в каждом регионе свой менталитет есть поговорка в чужой монастырь со своим уставом не ходят что бы вы там не слышали по телевизору чтобы вам там не вливали в уши из радио точек научитесь елки-палки фильтровать информацию в конце-то концов все же просто ужасно да ну и вот теперь у нас после выборов европарламент действительно пошатнулся рейтинг всего нашего правительства очень многие министры все еще требуют от канцлера шольца уйти в отставку разогнать весь кабинет министров и созвать досрочные выборы потому что страна находится в глубокой экономической рецессии независимо от того что к примеру у нас в магазинах на полках все есть предприятия в основной своей массе работают производят ту продукцию которую требует рынок но инфляция все еще растет несмотря на то что наш министр экономики Роберт Хаббек утверждает что по сравнению с коронавирусными временами инфляция у нас уже упала опять же вопрос к этому министру экономики ты хотя бы раз в магазин простой ходил за молоком за хлебом за картошкой например ходил или не ходил за колбасой ты видишь что цены поднялись в два с лишним раза и падать не хотят я так понимаю что когда говорят что инфляция понижается то соответственно и цены на продукты питания в магазинах опускаются однако нет с экрана телевизора нам говорят инфляция понижается а цены в магазинах все еще растут точно так же я не могу понять вот этот момент когда в начале этого года Навальный умер в тюрьме сразу же на следующий день у нас поднялись цены на дизель на бензин абсолютно на всех заправках в Германии цены поднялись как минимум на 10 центов и держатся до сих пор для чего это было сделано в первую очередь для того чтобы вот таким вот образом надавить на простых жителей на простых людей связав смерть Навального с повышением цен на горюче смазочные материалы для простого населения чтобы местное население сказало да что ж там этот Путин делает-то с этим Навальным вы знаете больше половины Германии больше половины населения страны не знают кто такой Навальный они не знают его покажи им его фотографию или покажи им фотографию или выступление его жены они скажут а кто это она очень часто здесь выступает на каких-то сходках на каких-то конференциях по требованию Путина уничтожить в отставку Путина посадить под международный трибунал этим займутся другие люди это не твое дело честно это не твое дело но многие немцы спрашивают а кто она такая чем она знаменита что она выступает на государственном телевидении вот вам пожалуйста реакция простых немцев реакция также простых немцев на то что русские якобы придут сюда своими танками и самолетами сводятся к минимуму потому что они прекрасно понимают что этого не будет этого не будет хотя бы по одной простой причине война на Украине скоро закончится как бы они там не пытались ее чисто клавишами стуча по компьютеру и сочиняя различные новости в интернет порталах говоря об эскалации конфликта как бы они не муссировали вот эту вот фигню война скоро закончится обе стороны выдохлись несмотря на то что у Путина все еще вот этот уральский вагоностроительный завод полностью опять расконсервированные линии по производству вооружения для для тяжелого артиллерии несмотря на то что этот завод сейчас работает на полную мощь все устали от этой войны особенно устали от этой войны люди на Украине им пофиг под пятой какого диктатора жить будет этот диктатор с русским акцентом или будет этот диктатор с украинским акцентом им пофиг им главное чтобы у них в домах у них в городах в деревнях был мир вот чего они там хотят и они не хотят воевать как с одной стороны так и с другой стороны а те кто кричат что нужно всех победить ну значит у этих людей в голове что-то не то это как говорил Альберт Эйнштейн люди которые стремятся стать военными у них скорее всего одна извилина и то она тянется от лба через весь затылок и до самого копчика через позвоночник больше им извилин не нужно вот что говорил Альберт Эйнштейн о военных людях я не хочу унизить военных людей ни в коем случае но я просто говорю о том что вот этот шовинизм вот это вот нагнетание ненависти одного народа к другому это все-таки уже имеет свои какие-то пределы это переходит границы от этого уже устают сами политики здесь нас тоже пытались кстати вот эти вот немецкие все западные особенно натовские политики убедить в том что все мы подошли к глобальной войне мы подошли к ядерной войне сейчас она вот-вот начнется сейчас она вот-вот начнется блин сейчас полетят ракеты и даже одно время у нас тут писали что делать во время ядерной атаки да ничего накрываться простыней и ползли в сторону кладбища вот что у нас очень долго писали об этой фигне и вы что ж думаете что сейчас немцы начнут строить себе бункеры атомные или еще что-то бред сумасшедший ну бред же полный бред ох елки-палки ну ладненько в общем не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями поставить лайк нажать на колокольчик чтобы всегда быть в курсе всех событий у нас на канале и не обижайтесь если я к примеру не отвечаю на ваши комментарии я эти комментарии читаю за исключением тех которые уходят в спам у меня есть люди добровольцы которые проверяют этот спам администраторы проверяют этот спам и сами уже решают какой комментарий допустить всеобщему прочтению обозрению а какой комментарий уничтожить даже вместе с автором так что как говорится взятки гладки как вы ко мне так и я к вам всем удачи пока